Привет, с вами Софья Мираедова, и мы продолжаем наш ликбез для иллюстратора «Привет с опытом». На этот раз, как вы помните, мы разбираем термины из мира современной иллюстрации. Сегодня нашим термином будет «вектор» и «растр». Эти два термина действительно должны идти рука об руку, и я решила объединить их в одну серию. Итак, что же такое «вектор» и «растр»? По сути дела, это разные способы производства изображений в цифровом мире. «Вектор» или «векторная графика» – это графика, которая рисуется с помощью точек и направляющих и формул. То есть, по сути дела, это то, как хорошо машина знает геометрию. Вы можете знать ее не так хорошо, а машина знает. И поэтому, благодаря тому, что она знает миллион всяких формул и знает, как правильно и куда направить вектор, ваша иллюстрация будет нарисована классно. Что это значит в мире живых людей? Это значит, что векторную иллюстрацию можно растянуть на любой размер и формат. Это может быть, я не знаю, стенка космического какого-нибудь лайнера или стена дома. То есть, иллюстрация, которую вы нарисовали в векторе, имеет большие шансы на продолжение жизни на крупных форматах. Неважно, в каком изначальном размере вы рисуете картинку, позже вы можете ее растягивать до любых масштабов. В этом ключевое отличие вектора от «растра». Растровая графика – это другой полюс нашей цифровой планеты. Растровая графика представляет собой набор точек. Тех самых пикселей, которые вы видите, когда слишком близко приближаете картинку. То есть, если вы рисуете в цифровом растровом редакторе, например, в фотошопе, то вы не сможете бесконечно масштабировать вашу иллюстрацию. В какой вы ее нарисовали? Ну, такой она навсегда и останется. Да, есть небольшие хитрости, и вы можете, например, формат А4 увеличить до формата А3 практически без потери качества. Но все равно это не то же самое, что вектор. В векторе вы можете малюсенькую иконочку размером 2х3 мм увеличить до размеров, я не знаю, кузова гигантского грузовика. Ну, или, как я уже говорила, стены космического лайнера. В растре не сможете. В растре, если это все масштабировать, у вас просто появятся те самые пиксели, то есть раскрашенные клеточки. И в этом, естественно, большой минус растре. Но также у растре есть и плюсы. К примеру, когда вы рисуете работу традиционными материалами и потом сканируете ее и переводите в цифру, она будет растровой. И именно поэтому в растре можно добиться эффектов, сравнимых с традиционной живописью и графикой. Другими словами, растровые цифровые графические редакторы уже придумали, как сделать так, чтобы, рисуя, например, на графическом планшете, вы могли бы создать шедевр живописи, который неотличим от реального. То есть вы смотрите на работу и сомневаетесь, нарисовано это вживую или все-таки в цифре. Вектор пока что так не может. Это может только растр. Ну и что, что его нельзя будет растянуть на космический лайнер? Зато можно рисовать любыми материалами на любых поверхностях с любыми фактурами и текстурами. И в этом его сила. Ну, естественно, программисты векторных цифровых графических редакторов тоже стараются. И они тоже сделали очень много классных открытий новых кистей за последнее время. Они интегрировали различные фактуры и текстуры векторные. Но это пока что не финал. Потому что чем больше маленьких вот этих текстурных пятнышек, тем тяжелее фактически получается ваша картинка и тем сложнее перенести ее в печать. Потому что, допустим, если вы нарисовали картинку векторную и не вычистили ее, то принтер, который ее печатает, ну, допустим, он печатает какой-нибудь принт на футболку или вырезает, может быть, какой-то трафарет, ему придется совершить очень много лишних движений. Потому что вектор, как я и сказала, это формулы. Это много маленьких точечек, много маленьких формул, которые образуют те или иные фигуры, пятна и, может быть, даже сюжеты и иллюстрации. Но если этих точек слишком много, то изображение становится тяжелым, и принтеру на выходе очень сложно его обработать. Поэтому, когда вы работаете в векторе, вам постоянно приходится вычищать эту работу. То есть, вам нужно брать специальный инструмент и удалять лишние вот эти связующие точки, чтобы, например, на красивой дуге у вас было не 10 точек, а, допустим, всего лишь 2 – правая и левая. А чтобы загнуть эту дугу так красиво, вы просто показываете направление движения линий, которые выходят из этих точек. Я не буду сейчас углубляться во все тонкости работы с векторной и растровой графикой. Главное, чтобы вы поняли, что вектор и растр – это две совершенно разные религии. И иллюстратор, который рисует, к примеру, в растре, он может никогда не захотеть рисовать в векторе, потому что там работа идет немножко иначе, чем в растре. Также и векторный художник может, раз начав рисовать в векторе, никогда не захотеть вернуться к растру. Поэтому, если вы находитесь в начале пути, попробуйте порисовать и так, и эдак. И нащупайте, что вам больше интересно и что вам больше нравится. Тогда, возможно, эти звери – вектор и растр – больше не будут так страшно звучать в ваших ушах.